Психология грошей В понимании собственника возникает определенное состояние, что мой бизнес развивается не так, как я хотел Не приносит столько, сколько ожидалось Не всегда бывает развитие, которое не приносит денег, увеличивается актив компании, и при этом прибыль может равняться нулёх Но при этом актив компании, то есть стоимость её на рынке, может кардинально увеличиваться И что делать? Если возникает состояние ощущения того, что бизнес пробуксовывает, первое, что рекомендуется сделать, это составить модель бизнеса То есть определенное переосмысление той структуры, состоящей в общей сложности из 12 основных элементов То есть это потребители, та часть, которая касается информационного наполнения каналов, каналов продаж, логистики и так далее Составить общую картинку Именно то представление, которое лежит в голове у собственника, как оно должно быть И сравнить с тем состоянием, которое существует в данный момент в компании Второй шаг – это составление, так скажем, формулы прибыли То есть денежных потоков, внутренних, внешних, которые позволяют бизнесу существовать и понять, где лежит основная точка прибыли На чем зарабатываются деньги, что является основным двигателем бизнеса Двигателем развития И сложить то видение и ожидание собственника по отношению к бизнесу с тем, что существует В этот момент рождается четкое понимание, что нужно менять Схема достаточно проста Единственная, наверное, сложность у бизнесмена в силу определенной текучки До этого, как для любого важного, но не срочного дела, руки доходят в последнюю очередь После составления вот этой четкой и понятной картинки Следующий шаг – это составление основных информационных потоков То есть ожиданий, которые формирует бизнес и в голове собственника, и в голове его потребителей Мне кажется, что немножко сложноватость схема Я вот ничего не понял, как бизнесмена Вы попробуйте по своему агентству разложить по 12 параметрам, что у вас там происходит А что должно происходить? Не 400 человек у вас в бизнес-школе, а 70 Совершенно логичное состояние, когда мы начинаем с группы в 20 человек И по нашим ожиданиям и по нашему бизнес-плану мы двигаемся достаточно уверенно А вот эта методика – это ваша собственная или вот это какая-то... Нет, это методики... Универсальных? Ну, универсальных методик не существует Это одна из методик составления бизнес-модели, которые используются на Западе А бизнес-модель, что это вообще имеется в виду? Простите, я, возможно, выгляжу некомпетентно Просто очень такие сложные термины Бизнес-модель – это что? Бизнес-модель – это описание основных компонентов бизнеса, то есть... Ну, давайте о простом говорить, есть какой-то потребитель, да, есть наша целевая аудитория, которая в нашем понимании разбита на определенные сегменты Четкий ответ на вопрос, что же хотят получить сейчас наши потребители, в каком виде они уже это потребляют и, соответственно, в каком виде мы можем предоставить, в чем является наше уникальное торговое предложение Ну, что-то вроде концепции Это только один из элементов, который я описал, это потребители, да Второй элемент – как потребители узнают о продукции, то есть есть каналы информирования, где и как они узнают Третий момент – как они покупают, потому что канал информирования и канал продаж зачастую это разные совершенно каналы Мы можем прочитать о чем-то в газете, но купим мы в магазине Вы учите менеджеров, я так понял Нет, мы учим собственников бизнеса и как раз менеджеры Есть определенная разница в мышлении собственника и менеджера Менеджер зачастую – это человек, который может максимально эффективно достигать целей, которые ему поставлены И это его основная задача Собственник или человек бизнеса, бизнесмен – это человек, который работает в поле возможностей Оценивая те или иные возможности, которые возникают для его бизнеса и использует уже ставя цели менеджерам Допустим, мы двигаемся на рынок более дешевых услуг Менеджер разрабатывает, какие должны быть услуги, как мы должны информировать, кто наш потребитель и так далее Бизнесмен – это интуиция, это знание рынка, это понимание того, каким образом должен прийти туда его бизнес Соответственно, разница в том, что бизнесмен берет на себя ответственность за то, что его гипотеза становится реальностью Менеджер берет на себя ответственность за то, что поставленные цели будут достигнуты оптимальным количеством ресурсов Времени, денег, людей и так далее Как из учебника Геннадий, я сейчас на вас смотрю, вы выглядите как ученик в школе На уроке физики Это же трудно А вы скажите, это все необходимо для успешного бизнеса? Вот эти все методики, вот такие сложные структурные вещи Да, вот так, прям целая высшая математика Вы знаете, если вы уже умеете это делать, вам это не нужно Если я вам расскажу те вещи, которые некоторые наши слушатели говорят Да, я не получил в школе гигантского объема информации Я систематизировал свои знания и я теперь экономлю время Я экономлю свои ресурсы при достижении гораздо больших результатов Вы были предпринимателем? Почему был? Вы сейчас предприниматель? Да В чем бизнес? У вас же школа не ваша, у вас есть бизнесмены, которые открыли эту школу А у меня нет А у меня нет Ваш бизнес? Я являюсь управляющим партнером в одной из компаний Управляющим, значит? Ну, партнером, соответственно, мне... Партнером это они пообещали, что вы партнером? Нет, мне принадлежит часть компании Какой процент? 3-4 процента 3-4? 34-4 процента А у компании есть недвижимость? У компании недвижимости нет У нее есть интеллектуальная собственность То есть ничего нет Ну, прав на интеллектуальную нет, значит ничего нет Почему? То есть у вас воздушные 34 процента, как у бизнесмена Давайте говорить о деньгах Да, давайте говорить о деньгах Есть торговая марка, зарегистрированные Она ничего не стоит Рядом может регистрироваться 10 торговых марок Таких, как их С точкой сбоку, с точкой сверху или с дополнительной буквой Вы хотите привести пример, допустим, компании Точнее, попытки зарегистрировать соли сало? Ну, соли сало 2 будет Соли сало 1 Соли сало 0 Соли сало, вы знаете эту Я не знаю, я просто говорю о том, что у вас сейчас, как у бизнесмена, в руках 0 Хотя вы себя назвали управляющий партнер То есть вы пашите, получаете зарплату как управляющий Организуете тренинги, рекламируете все это Но на самом деле, как у бизнесмена, у вас 0 Соответственно, большинство тогда, допустим, агентств туристических тоже помнили Они же не операторы, у них нет самолета Когда он владелец компании полностью, он контролирует весь процесс А в данной ситуации у вас... У вас нет оборудования, у вас какая-то мистическая торговая марка Которая, ну, ничего практически не стоит на рынке Ну, совсем такая ситуация, как вы описываете Во-первых, первый ваш постулат, что партнер с большей долей может выкинуть Вы, наверное, сами знаете, что это не так Если вы говорите о том, что в уставе... Потому что он откроет такую же компанию И будет то же самое делать, что вы, с вашим названием Я в чем бизнес, я не могу понять Что вы зарабатываете, в чем капитализация вашей компании Вот это меня интересует Ладно, там, по прибыльности, допустим, вы зарабатываете 1000 долларов в месяц Ну, как тренер, как там управляющий партнер Но компания, вы говорите, даже если она бесприбыльна У нее появляется некая капитализация В данной ситуации недвижимость отчуждена У вас есть только компания, набор наемных профессоров Которые читают что-то И получается, что ничего нет